Мы продолжаем наш разговор о детских секретах. Наш телефон 737-7310. Вы можете присоединяться к нашему разговору и делиться своим опытом. Каждый родитель хоть раз в жизни задает себе вопрос, а правильно ли я воспитываю своего ребенка? И что мне делать, если я его не понимаю? Вот сегодня о детских секретах, которые мы с Верой Иглевной пытаемся, фантазируя, разгадать. Вера Иглевна, вот сейчас мы будем смотреть еще один сюжет. Каждый раз я хочу, чтобы вы, может быть, какую-то подсказку родителям. Вот мы уже проговорили про то, что можно рассадить игрушки, вы сказали. Вот как игрушки. Ну, рассадить игрушки, порисовать. Порисовать. Нарисуйте семью, нарисуйте какую-то ситуацию, где ребенок расположит себя и где младшего братика, сестричку, бабушку, дедушку. Можно семью, просто нарисовать семью. И вот когда рисунок семьи, нужно обязательно посмотреть, кто где, какого размера. У кого какие уши, рот, глаза, руки, ноги. Есть ли ноги, есть ли руки, есть ли уши. Понимаете, если у мамы большой рот, а у папы нет ушей, то это все понятно. Что мама много говорит, а папа ничего не слышит. Да. Как они держатся за руки, где кто расположен, где, в какой части листа. Потому что ребенок может нарисовать себя вот такого мазенького в углу, а, предположим, младшего брата вот такого или летящего над всеми, и маму где-то посередине. А папу вообще забыть, потому что папа работает. Папы нет дома. Папы фактически нет. Он гипотетический папа, он есть. И вот по этим моментам, не обязательно по краскам, потому что, может быть, ребенок любит черную краску, и он рисует черной краской землю, это нормально. А если у него вообще один черный карандаш, он все нарисует черный, не надо хвататься за голову. Потому что, если вы даете ему вот яркие карандаши, вот шесть карандашей у нас обычно, шесть, и он выбирает из них черный либо коричневый, и все рисует этим, это проблема. Если он выбирает только красный, это тоже проблема. Один яркий синий, это тоже проблема. Это тревога ребенка. Это непонимание чего-то, что происходит. А если у него там намешано много цветов, они как-то собираются, то не нужно бить тревогу. Когда земля интенсивно черная, у брюки интенсивно черные, и дерево тоже нарисован ствол черным. Боже, столько черного! Боже, столько черного! Посмотрите лучше, какого размера он, мама и брат. Где расположены папа с мамой? Держатся ли они за руки? Какой у них дом? И так далее. Очень интересный тоже такой тест. Рассадить гостей, пригласи гостей, и рассади их за круглый стол. Я не могу. Ну, давай хотя бы точками определим, точками и цветами, кто здесь. Не обязательно рисовать. Часто ребенок рассадит всех за стол, а себя забудет. То есть ему важны все, кроме него самого. Видите, как много интересного мы вам рассказываем. И как можно интересно, поиграя с ребенком, многое о нем узнать. Сейчас мы посмотрим еще один сюжет. И я думаю, что очень много семей, очень многие мамы бы, наверное, могли точно так же пожаловаться психологу. Ну, вот, я не знаю, конечно, может быть, я сама виновата. Вот меня очень расстраивает то, что, ну, там, у всех свои трудности, но вот я не могу очень... Вот я ребенку делаю что-нибудь там прошу, хоть замечание делаю, да, я должна там раз-два повторить. То есть порой я перехожу на громкий крик, там, еще что-то. То есть, ну, как бы с первого раза меня никто не слышит. Ну, это я могу там, ну, с уроками то же самое, да. Ты будешь делать, там, сядь, 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 сядь. Правда, Егор? Он правда говорит? Она кричит, тебя зовет, что-то просит делать, а ты не слышишь, не идешь. Как тебе кажется, ты какой по характеру? А то мы маму спросим. Ну, что, скажи, какой у тебя характер? Что ты знаешь из себя? Какой ты? Я, например, взрывная, импульсивная. Долго не могу тебе объяснить. То есть я вот объяснила раз-два, да, в том числе. Ну, неужели, непонятно? То есть я вот взрывная, импульсивная, по мне видна. Все какой спокойный. Ну, я просто пытаюсь объяснить, что. Ну, тогда вы расскажите, какой он. Мне кажется, безалаберный. Вы знаете, есть такой вот. Я вот вроде не против стены рисования. А ты знаешь, мам, вот появилась возможность сходить с Васей погулять. Может, ну, и вы рисованием-то сегодня. Но я в следующий раз схожу. Безалаберность такая вот. И вот это вот, и лень такая вот. Вот, мам, я не знаю, как делать. Ну, сделай за меня вот приблизительно, получается. То есть, мам, ну, вот у меня же не получается. То есть начинаешь объяснять, то есть либо вот он уходит, то есть не понял, сразу вот у него так вот начинается. Либо вот он ждет, пока ты там большую часть зарешаешь, тогда вот он там наделывает. Ну, вообще, он сообразительный там. Если ему неинтересно, его не заставишь. Да, плюс очень быстро остывает это все. Сегодня это здорово, а завтра мне это нравилось, не помню. Знаете, сейчас посмотрела сюжет и пришло вдруг совершенно отфанатно. Вот это ужасное слово «надо», которое руководит нами пожизненно. Да, вот маме надо успеть все сделать. И мама еще по природе своей, как мы разделили, тигренок, да, она должна все успеть в быстром темпе. А он черепашка. Вот уже первая их проблема. Вернее всего, что мама сангвиника, а он флегмат. То есть у обоих устойчивые характеры нервные системы, но мама взрывная, активная, поверхностная и быстро все делающая. А он, делающий все до 100, ему нужно раскачаться. Но если он раскачается, он будет идти. И мама ему этого не дает. Мама забивает все собой. Мама забивает собой. Она тоже не дает, вот как мы говорили раньше, она не дает ему развиться до конца. Крик, крик, крик. А как только мама начинает кричать... А потому что, вот почему я и начала с этого ужасного слова «надо», да? Мама-то, мама уже для себя простроила, что она должна успеть, что он должен успеть для того, чтобы уложиться в этот график этого дня, вовремя поужинать, успеть сделать уроки. А вот это вот иногда «надо», «надо», наверное, может быть, уметь отодвигать. Мало того, что отодвигать, иногда можно каким-то образом и дать ребенку самостоятельность. Например, сказать ему, ты, Егор, да, делай уроки. Если тебе что-то будет непонятно, ты ко мне придешь, и я тебе расскажу. Я буду там на кухне чего-то делать, либо... То есть доверить ему. Доверить ему, чтобы он проявил самостоятельность и сделать что-то. Но чаще всего такие мамы говорят, он будет сидеть, он ничего не сделает, завтра он пойдет в школу с невыученными уроками, и тогда цепочка, и так далее, и так далее. Не бояться все-таки иногда. Но мы же не можем не бояться. Мы же, это фонвизинские все эти самые... Ой, фонвизинские, извините. Недоросли вы почему-то вспомнили. Да, не то, что не недоросли, нет, я не то хотела сказать. Вот. Но дело не в том. Дело в том, что мы все... Мы же все порождения еще той эпохи, когда нужно держать марку перед всеми. И ребенок должен пойти в школу идеально чистым, потому что маме будет неудобно. Да, иначе будут судить о маме. И будут судить о маме, да. И ребенок должен сделать уроки, потому что будут судить о семье. Ну, а если дать ребенку самостоятельность, он почувствует, что такое негатив со стороны другого человека, не только мамы, а педагога, например, его классного руководителя. Ему все равно захочется каким-то образом проявить себя там. То есть каждый родитель должен для себя сделать один вывод. Я сейчас даю урок жизни или помогаю сделать урок математики, да? Ну, конечно. Так вот высокопарно звучит, но именно так и есть. Но урок математики, он не будет уроком математики, если мама стоит, пальцем тычет и кричит. Какая математика? Например, когда папа со мной так занимался, я вообще ничего не могла мыслить. Хотя математика у меня была нормальная в школе. Но когда что-то не понимала, мне легче было пойти к учителю, чем к папе, который будет кричать на меня и рассказывать, какая я недалекая. Хотя была достаточно далекая. Тут же оправдали. Есть американская, да, take your time, да, возьмите себе время. Вот это, наверное, очень важно. У вас есть время. Да, у вас есть время. Вот это должны понимать родители, наверное. У каждого ребенка есть свое время для раскачки, предположим. Особенно, если вы видите, что ребенок у вас другого темперамента. Это неплохо, это нехорошо. Это просто другое. Так дана природой, так построено. А мама его забивает, забивает на корню этого ребенка. Он даже говорить при ней не хочет, потому что он боится, что он скажет что-то не так. А если говорит, то посмотрите, отрывочно и очень тихо. Мамы много, а ребенок недосказанный. Вот тоже совет психологов, что можно делать с детьми. Нарисуйте, помните, вот замечательный в нашем любимом детском саду есть. Да. Цветик, семицветик. Проговорите с ребенком. Вот такая фантазия, вот такая игра, желание. Вот какие у него желания? Вот о чем он мечтает? Это может быть, я не знаю, деньги, это могут быть машины, это могут быть солдатики, это может быть... Вот нарисуйте с ним, и он проговорит. И в этих проговорах, вот в этих его желаниях тоже очень многое для вас станет, ну, приоткроется завеса его внутреннего вот этого секрета. И вы, наверное, сможете понять, почему он так или иначе реагирует на какую-то ситуацию. Но если у вас такая ситуация, и вот такой вот тандем, это не для вас. Ребенок не покажет вам ничего. Он будет просто бояться. Вы будете требовать от него ваших желаний, и он будет подстраиваться под вас. Он будет хотеть желать, то есть понравиться, чтобы было тихо, да? Чтобы было тихо, и на меня не... Это вот желание. Да, данное, вот если такая ситуация, при такой ситуации лучше идти к психологу. Когда будет нейтральное, нейтральное помещение, нейтральный человек, то тогда ребенок может... Да, скорее всего, да. Тогда ребенок донесет. То есть он нейтральный человек, не ребенок, он донесет до мамы то, что ребенок... Вот все детские секреты. Все, что мама не может увидеть в нем, за своим криком, за своим быстротой, за своей сиюминутностью. Поэтому лучше, вот в данном случае, лучше идти к... И мало того, мама уже привыкла не давать ему свободу, а он уже привык быть несвободным. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер. В одной из передач мы очень хорошо описали холерик. Я понимала, что мой сын нам 2,2, вот он холерик – это 100%. Уточните, пожалуйста, разницу между сангвиником и холериком. Вижу много общего, мало различия. И еще, может быть, на будущей вам темы такое предложение. Расскажите особенности воспитания каждого ребенка. Ребенка каждого темперамента. Хорошо. Заказ принят. Следующая передача будет посвящена. В данном случае, да, они очень похожи. Но между сангвиником и холериком, точно так же, как и флегматом и меланхоликом, разница в состоянии нервной системы. У сангвиника она устойчивая, и он выдерживает все натиски окружающей среды. Он может самостоятельно из них выйти. А холерик, он может впасть в какую-то вот в нервность. Он может быть, ну, будем говорить, заболеть. Он может выдать какие-то соматические реакции на те фрустрации, которые будут, или непонимания, которые будут в окружающем мире. Если сангвиника не поймут, ладно, в следующий раз поймут. А это будет переживать, страдать и нервничать. А отсюда вот то, что вы говорите, а то, что может быть, да, поближе с собой. Поэтому и... Но я должна вам сказать, что классических вот таких вот гиппократовских темпераментов нет. Все темпераменты смазаны. Они смешаны. Поэтому, ну, мы в следующий раз, или когда Наталья Леонидовна предложит такую тему, обязательно. Это очень интересная тема. И очень интересные характеристики детей. И методы работы с ними абсолютно разные. Главное, что вот замечательная еще одна замечательная мама, которую волнует, да, когда пытаются разобраться в своем ребенке. Сейчас мы посмотрим еще одну ситуацию. И я думаю, что тоже эта ситуация почти классика жанра. Проблема была, скажем так, появилась где-то, стала я на нее обращать внимание, лет, наверное, в пять, когда у ребенка пошли какие-то протесты, что вот по-своему все. Ну, не так, чтобы там, да, хочу рисовать цветочек, а не хочу машинку. Например, вот не хочу идти в садик, не хочу идти на физкультуру и все. Вот он сядет и будет сидеть. Или там убегать от воспитателя. Но она тоже, понимаешь, потому что она не будет за ним гоняться, там еще ждут 20 детей. Ну, то есть вот такие вот моменты. А дома он против чего протестует? Ну, конечно, я понимаю, что компьютер это все вообще зло. Но чтобы он его выключил, это нужно просто подойти и самому выключить. Потому что сам ему очень сложно этот момент прервать. Тоже там, тоже PSP, тоже стараемся ограничивать, но полностью убрать, и, к сожалению, не всегда получается. Потому что мальчики в школе, в классе, они там все общаются на эту тему. Ты любишь компьютер, да? Понятно. Ну, стараемся не агрессивно, то есть там без крови, без всего, а что-нибудь типа там, леговские игрушечки, вот там они там воюют. Ну, то есть это я тоже стараюсь контролировать, чтобы совсем уж ужасов-ужасов там не было. Стараюсь просто в качестве поощрения, но вот, например, Даня, пора идти умываться. Вот это будет страдание на полчаса, пока уже просто, не знаешь, нервничать. Как бы с первого раза у нас очень сложно. Даня, почему тебе не хочется подчиняться-то? Мама говорит, вот что, как-то... Не хочется. Не хочется. Вот не хочется. А это в основном вы вынуждены его заставлять делать? Или папа? Ну, папа просто очень много работает, в основном воспитанием детей я занимаюсь. А когда папа его говорит обойти? Ну, когда папа, папа, видимо, просто сразу говорит как-то так более жестко, и папа он быстрее нам воспринимает, чем меня. Хотя я вроде тоже стараюсь жестко, но, видимо, он меня изначально воспринимает, что я такая вот мягкая мама, которая всегда защитит. И вот... Ну, понимаете, это передается, например, на школу, когда учитель говорит там «надо это». Ему это вот «надо это» тоже принять очень сложно. То есть жалуются учителя в школе? Да, бывало, бывало. Ну, в общении с детьми проблема в том, как вот я ее вижу, что зачастую он пытается привлечь к себе внимание не обычными способами, типа, да, поиграем. Подойдет, пихнет и убежит. То есть без злобы, что вы не то, что хочешь там доставить больную, просто вот таким образом, как-то вот, да, не совсем вот... Или вот ему, например, там, ну, о ком-то роке говорят, там, тоже в скульптуре. Там, Даня, не балуйся, но это вот... Вот ему нужно привлекать все общее внимание какими-то шалостями. Получается? Даня, получается? Получается, да, за дверь выставляют. Ну, и у него обратили внимание, да. А ты умный? Да? Ты хорошо учишься? Ну, учимся мы по-всякому. А вы считаете его умным? Я считаю его не глупым. То есть считаю, что он нормальный ребенок. Просто работать надо постоянно, что мы и делаем. Ну, в детстве мы застряли очень хорошо и глубоко. Мне кажется, иногда, что он в каком-то своих фантазиях постоянно, вот он сидит на уроке, ему что-то объясняет, он сидит на первой парте. Сразу посадит на первую парту, потому что иначе он уходит в себя, вот в свои какие-то... Ну, он на черепашках низи, ему вот это вот... Но, тем не менее, он учится как? Вам кажется? Если он постарается, все будет хорошо. А если просто откуда-то, иногда я смотрю на тетрадку, он просто отключается. Он просто даже не думает, что вот, он просто вот, видимо, лишь бы что написать. У нас были конфликты с учителем, что, например, пишем диктант. Он не успевает, он просто не пишет. Он просто сидит и все, не пишет. Ну вот, мы имеем очень тихую и, видимо, послушную в детстве маму, да? Мы имеем протестующего ребенка. Демонстративно протестующего. Притом, да, демонстративно протестующего, обращающего своими шалостями на себя внимание и отключающегося, да? И просто вот он тоже ответил, так сказать, в присутствии взрослых людей, ну, не хочу и все. Вот не хочу и все. И страдания при этом есть еще. Есть еще страдания, когда то, что он хочет, не позволено или, так сказать, выключен компьютер, да? Что здесь у нас? Подавлена здоровая злость в детстве у этого ребенка, так кажется мне. Вам так кажется? Да. Может быть. Здесь, вы понимаете, по такому вот общению очень тяжело сказать, что там. Потому что, посмотрите, все дети абсолютно спокойные и даже, в общем, почти неотражающие. Абсолютно, да, неотражающие. Не сопереживающие рассказы. Они... Но посмотрите, насколько вот у этого мальчика, вот он говорит... Угу, глаза. А глаза все время на маму. Здесь еще очень важно то, что папа почти не участвует. Да, вот роль папы практически отсутствует. Да, а мальчик, наверное, занял место папы, который руководит мамой, и в себе спокойно, в этом чувствует себя очень хорошо. А вот эти вот моменты, когда он отвлекается в школе, и... Мечтательность. Лет, это второй класс, он еще, возможно, это мечтательность, это отвлекание, это тоже особенности темперамента. Он не выдерживает еще такого, этого наплыва всего. И если он за кого-то не успел, все. Это тоже, это тоже особенности темперамента ребенка. Он не успел, и все. Ну и плюс, он, видно, не один. А может быть, ребенок не доиграл еще в детстве? Тоже может быть такой вариант, потому что ребенок мог в детстве не успеть доиграть. Внимание, то, что внимания ему не очень много. Она детьми занимается. Вот проскользнула такое, детьми. Да, да. Наверное, Даниила не один. Вот. Потом вот этот потолкнул и убежал. Это приглашение. Я есть. Это приглашение к игре. Это не агрессия. Это приглашение к игре. Обрати на меня внимание, я готов играть. Демонстрация себя. Это как будто бы он орликин в классе. Это тоже демонстрация. Это все моменты того, что у ребенка было доста... У ребенка мало внимания. Мало того, я знаю, что этого мальчика достаточно рано отдали в школу. И почему я говорю, что он, может быть, не доиграл. А ребенок психологически не был готов к школе. Это то, о чем я люблю говорить, что детей в пять лет, если он у вас складывает два плюс два и в шесть умеет писать, это еще не значит, что он психологически готов к школе. Когда ребенок начинает собирать портфель и начинает тыкать в книжку пальчик, когда ребенок сажает игрушки вокруг себя и начинает их учить, вот тогда мы можем говорить о том, что он начинает быть готовым к школе. Так что дожидайтесь этого момента. Смотрим последний фрагмент, который на сегодня у нас приготовлен для вас. Во-первых, она очень активная девочка. Что хочет, все время добивается. Любыми путями. Вплоть до того, что даже истерики нам она показывает. Но пока она своего не добьется, она не успокоится. А вам это кому? Вам и папе или кому? Всем. И бабушкам, и воспитателям, и друзьям. С кем бы она ни общалась, она все равно добьется то, что она хочет. И кто от этого страдает? Страдают все. Потому что даже порой получается, что нужно идти у ней на поводу, потому что невозможно это смотреть. А вам что мешает-то ее как-то так заставить сделать то, что вам нужно? Или как-то граниручить? Слушай, вот она цель взяла перед собой. Мне нужно вот это добиться. И она будет добиваться. Она будет кричать. Она будет и оскорблять даже людей, может оскорбить. К нам идти. Она может на пол сесть, истерику свою показать. Но пока она не добьется, все равно это будет. Она будет продолжать вот так себя вести. Ну и как вы в этом смысле все равно же есть какие-то люди, кого она больше слушает, кого меньше там. Ну она, папа бывает так слушает. Она его слушает, но папа ее просто балует. Что бы она ни попросила, она все равно папа ей все равно это сделает. И ей уже легче. Подойти к папе, сказать, папа, я вот хочу. То есть папа еще более мягкий? Да. А вы как поступаете? Ну как? Ну если я знаю, что этого не надо делать, я в ходе того, что могу и наказать. ее там в угол поставить. Но она выйдет из этого угла и со мной не будет разговаривать. Она даже не поймет, за что ее наказали. Потом садишь, сажаешь ее, Жень, Кать, расскажи, что случилось. Вот я сделала. Я была не права. Я говорю, ты поняла? Я тебя справедливо наказала? Вот да. Она выходит и делает то же самое, за что она стояла в углу. Ну здесь полная демонстрация непонимания, да, в семье. Совершенно. Ну конечно, а здесь еще и противоположное. Там был мальчик медленный, а девочка, а мама активная. А здесь наоборот. И мама не успевает за ней. Поэтому и вот здесь непонимание тоже. Она показала истерику. Ну показала. У меня мама, у меня ассоциация, она как бурлаки на Волге, она тянет эту девочку. Девочка села на пол, и она не знает, что с ней делать. Максимум, что ее педагогике хватило на то, чтобы поставить в угол, и потом спросить, ну что? Услышать ответ. Иди подумай. Иди подумай над своим поведением. Над каким поведением. Над каким поведением. Что в углу там делать вообще, да? Ну да. О чем думать? Лучше разрисовать обои. Конечно. Или поковырять. Или поковырять стерочку. Ну это очень интересно. То есть вот в данной ситуации мама продемонстрировала полное непонимание. Непонимание своего ребенка. И будем говорить даже отставание в развитии. Может быть мама была воспитана в очень жестких рамках. Может быть такой вариант. Я все время прослеживаю опять-таки. Нет. Какая мама досталась какому ребенку. Это вы очень правильно делаете, потому что это очень важно. Это очень важно, как была воспитана мама и папа. Были воспитаны. Если мама была воспитана в очень жестких, даже жестоких рамках, она может пойти в супер-эдж в воспитание своей мамы, в противостояние. И ребенок будет у ребенка своего сделать такое либеральное воспитание. То есть методом от противного. Никакого воспитания, да. Что в принципе... А ребенок начинает этим пользоваться. И как только мама чуть-чуть прижимает гайки, ребенок показывает истерику. А этим она пользуется. Она знает, что мама сразу будет дрожать, потому что будет считать, что она сделала какую-то жестокость. И все. И этим можно пользоваться. Все, да, да. Ребенок очень хорошо демонстрирует нам свое неприятие ни мамы, ни терапевта, никого. Она занята собой. Демонстрацией себя. Вот такой, вот пришел сразу в голову такой маленький совет, что каждая мама должна проанализировать беззлобно, без обиды и агрессии, как воспитывали ее, да. И что она пытается нести своим воспитанием, да. Да, конечно. Это очень важно, потому что мы прекрасно знаем, что каждая женщина строит свою семью по двум вариантам. Либо такая, как ее семья, мамина большая семья, либо противоположная семье, маминой семье. Поэтому нужно обязательно посмотреть, как, как, и свою историю. Вот. И к себе относиться достаточно критично. Ну что ж, мы подходим к концу. Разгадывать своего ребенка – это очень интересно. Я думаю, что сегодняшняя наша программа подтолкнула вас к разгадыванию. И как сказал Конфуций, ничего плохого в том, что вы ошиблись. Не позволяйте ошибкам портить ваш день. Празднуйте свои ошибки. Сделайте вывод. Празднуйте свои ошибки в воспитании и позволяйте детям ошибаться. И празднуйте с ними эти ошибки. Потому что, сделав ошибку, вы знаете, как двигаться дальше. Вы уже ее не повторите. А это движение вперед. Мы встретимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok